Привет, капитаны! В эфире MW Channel, канал, где изучают корабли. Когда-то этот корабль был крут, уникален и желанен. Но в 2022 году, на мой взгляд, ситуация резко изменилась, и он стал не то чтобы хуже, но уже не таким уникальным и интересным. А главное, не столь целесообразным в плане покупки его за дублоны. Если еще совсем недавно я бы сказал, что рекомендую крейсер к покупке, так как аналогов нет, то после выхода новой ветки крейсеров по Нази, ситуация сильно изменилась. Возможно, конечно, это всего лишь мои чисто субъективные впечатления, но если раньше это был один из моих любимых кораблей, то поиграв на нем недавно, я все время ловил себя на мысли, что лучше бы я сейчас играл на одном из новых паназиатов, которые мне очень нравятся. А на Ириане, а речь, как вы догадались сегодня о нем, играть как-то уже не хочется от слова совсем. При этом, посмотрев статистику корабля, как за все время, так и за последние 28 дней, видно, что он все еще вполне неплох по винрейту, а по урону так и вовсе один из лучших крейсеров восьмого уровня. Поэтому объективно корабль весьма неплох. Но давайте обо всем по порядку. Прежде всего Ириан. Кстати, я не уверен, как правильно ставить ударение в слове. Раньше я называл его Ириан, но сейчас мне кажется, что правильнее Ириан, так как корабль назван в честь одноименного острова в Новой Гвинеи. Если знаете, как правильно, пишите в комментариях. Так вот, прежде всего Ириан – корабль исторический, причем по меркам нашей игры уже достаточно современный. Так он спущен на воду 17 сентября 1950 года и назывался тогда простым и привычным слух у каждого советского человека именем Орджоникидзе. А в 1962 году корабль был передан в Индонезию, где в 1963 году стал Ирианом. Служба на нем поначалу считалась весьма престижной. В экипаж отбирались моряки со знанием русского языка. По некоторым индонезийским источникам, 10 сентября 1962 года Ириан участвовал в боевом столкновении с малайской патрульной группой в составе трех эсминцев и двух фрегатов и тяжело повредил огнем главного калибра один из них, вынудив малайские корабли вернуться в территориальные воды королевства. Однако факт боя не подтверждается малайскими и британскими источниками. Но к концу 1963 года Ириан полностью потерял боеспособность. По некоторым данным, вышли из строя три из шести котлов главной энергетической установки. В марте 1964 года крейсер прибыл для гарантийного ремонта во Владивосток. На верфи выявилось, что корабль страдает от массы мелких поломок, которые в нормальных условиях на других кораблях этого типа устранялись силами экипажа. К тому же крейсер находился в ужасающем санитарном состоянии. Санитарно-эпидемиологической службе Тихоокеанского флота потребовалось несколько недель на то, чтобы снизить до приемлемого уровня популяцию крыс и тараканов на корабле. В 1965 году в Индонезии произошла смена власти. Крейсер пять лет простоял на приколе в Сурабае, причем некоторое время использовался как плавучая тюрьма. К 1970 году состояние корабля стало столь плохим, что он, по некоторым данным, оказался частично затоплен. В 1970 году Ириан был выведен из состава флота. Вот такая достаточно печальная судьба корабля. Но в нашей игре у Ириана дела обстоят явно лучше, чем в реальности. Ведь до недавнего времени он был уникальным и желанным кораблем, на который не жалко было потратить дублон. У корабля две яркие фишки, уникальность которого определяется их сочетанием. Во-первых, у него установлены точные советские орудия калибра 152 мм с отличной баллистикой и начальной скоростью полета снаряда 950 метров в секунду. Такие же стоят на Чапаеве и Кутузове. Попадать с них достаточно просто с любых дистанций. Орудий же целых 12 штук с перезарядкой 8 секунд, то есть ДПМ довольно приличный. Но сразу скажу, что Ириану очень важен перк инерционный взрыватель, без которого пробитие орудий составляет только 30 мм. То есть не пробивается очень частый элемент бронирования линкоров 32 мм. Я сам сперва пробовал играть без инерционного взрывателя, но когда ты стреляешь в линкор и получаешь кучу непробитий, это сильно удручает. А случается это с Ирианом очень часто. Поэтому советую брать инерционный взрыватель. Ну а в целом сборку я использовал такую. Как видим, корабль очень хорошо сочетается с уникальным паназиатским командиром с улучшенными перками. В общем, орудия Ириана реально очень приличные и комфортные. Однако один недостаток у них все же есть. Это медленная скорость поворота башен. 25 секунд на 180 градусов. Поэтому в перках в первом ряду вполне можно брать наводчика вместо арт-тревоги. Тут уже что вам важнее. Вторая яркая особенность Ириана – это торпеды. Благодаря которым он долгое время являлся фактически единственным крейсером в игре с такой торпедной мощью. 10 очень крутых по своим ТТХ паназиатских торпед с дальностью хода аж 13,5 километров. Плюс расходник на перезарядку торпед. То есть можно довольно быстро кинуть аж 20 торпед. Это просто небывалая мощь для нашей игры. Но до того, как вышли новые паназиатские крейсера. Раньше было так. Хочешь крейсер с крутыми торпедами, альтернативы Ириану просто нет. Да, реализовать торпеды на нем непросто, ведь крейсер туговат на маневр. Да и маскировка корабля 10,8, что является далеко не лучшими цифрами для реализации торпед. Но при большом желании это можно было делать, а заодно пострелять с точных орудий. Правда геймплейны на Ириане орудия постоянно вступают в идеологический конфликт с торпедами. Так как если ты пробуешь кидать торпеды, то стрелять тебе нельзя. Ведь на такой дистанции крейсер очень уязвим. А когда начинаешь стрелять, то торпеды уже просто не дойдут. И поэтому на Ириане ты все время разрываешься между комфортной стрельбой с дальнего расстояния и желанием все-таки реализовать торпедную мощь корабля, ради которой ты его собственно и покупал. Ведь если играть не от торпед, то есть вполне себе бесплатный прокачиваемый Чапаев, у которого еще и РЛС есть. У Ириан нет хилки, что для восьмых премов на сегодняшний день уже недостаток. Хотя не у всех премов восьмого уровня она есть. Но главное, что вышедшие новые паназиаты позволяют гораздо комфортнее и эффективнее играть от торпед. У крейсеров для этого и маскировка лучше, и торпед больше, особенно у девятки и десятки. И дымы есть, что крайне важно, так как позволяет отсветиться, если вдруг в момент пуска торпед вы попадаете в сложную ситуацию. Да, орудия у паназиатов имеют плохую баллистику, которая ни в какое сравнение не идет с Ирианом, но им и не надо держаться далеко от цели. Ведь у них много удобных паназиатских дымов, благодаря которым они вполне могут спокойно и комфортно вести огонь с небольших дистанций. А к тому же недавно вышел премиум корабль девятого уровня «Долянь», свежий обзор на него перед вами, у которого еще и баллистика отличная. И да, можно сказать, что у новых паназиатов восьмого уровня торпеды еще не такие дальнобойные. Но у кораблей и инвиз лучше, и дымы, то есть все равно торпеды реализовать проще. Но главное, Ириан покупали ведь не потому, что это именно восьмой уровень, а потому что это был единственный крейсер игры с такими крутыми торпедами. А теперь есть прокачиваемые праназиатские девятка и десятка, у которых этих торпед существенно больше, а применять их удобнее. Плюс есть премиум крейсер «Долянь», на котором торпеды хоть и похуже, но все равно применять их проще, чем на Ириане. Поэтому лично у меня возникает вопрос, а зачем теперь тратить дублоны на Ириан? Да, паназиаты пока в платном раннем доступе, но уже скоро будут доступны бесплатно всем желающим. Да и чем тратить дублоны на Ириан, если уж хочется прем, то на мой взгляд выгоднее доложить еще дублонов и купить с «Долянь». Гораздо более крутой и комфортный прем, который еще и круто фармит. В общем, друзья, Ириан долгое время был одним из моих самых любимых крейсеров игры. Поэтому я огорчился, когда осознал, что он теперь не особенно тайнужен. И это мне напоминает реальную судьбу Ириана, когда он последние годы гнил в порту никому не нужный. Грустно, но такова сэляви. При этом повторюсь, что корабль неплохой и кому-то может еще вполне понравиться. Ведь в отличие от новых паназиатов у него крутые орудия. Но мне кажется, что покупали его вовсе не из-за орудий, а из-за желания попробовать крейсер с крутыми торпедами. И новые азиаты в этом плане гораздо интереснее. Был бы Ириан прокачиваемым, он был бы все еще интересен. Но отдавать дублоны за него сейчас лично я смысла не вижу. Никого ни к чему не призываю. Возможно, мое мнение слишком субъективно и во многом определяется тем, что мне очень понравились новые и паназиаты. С интересом прочту ваше мнение в комментариях. Надеюсь, видео поможет вам принять свое решение о судьбе Ириана. И я буду только рад, если в вашем порту он не будет гнить, как исторический Ириан в Сурабае, страдая от тараканов и крыс и даже частично затапливаясь. В ваших силах изменить судьбу этого корабля. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в фильме. С вами был СуперДжедай. Субтитры подогнал «Симон»